всем здравствуйте у нас сегодня такой полупостильный выпуск так прямо скажу да вадим при притащил себе за горбу к одеялко и вот такие как это по-русски нас нет такого понятия просто в общем наволочки такие декоративные наволочки вот бренд называется лора эшли вот эти наволочки это винтажные наволочки будто вот это кстати винтажный тег у нее а одеяло камфотер он нет он не винтажный он современный уже но тем не менее бред бренд популярные это британский бренд лора эшли даже принцесса диана носила ее платье да 50-х годах в британии одна молодая женщина проявила такую инициативу она хотелось шить одеяло петчворк из лоскутков и нашла ткани и вместо того чтобы передумать она решила а возьму-ка я сама эту ткань сделаю и да они с мужем купили вложили последние деньги купили станок специальный и у себя где-то на мансарде она вот сделала свою первую ткань ну смысле как сделала печать а вот она нашла такой того дизайн какой хотелось бы и она начала с платков в тот момент был очень популярен фильм римские каникулы где главная героиня носила платочек там или косынку на шее и все девушки просто вот мечтали за иметь платочек или косынку и лора эшли стала печатать вот платки косынки и такие как цветочные рисунки мотива такие все романтичное было и все стал быстро популярным потом пошли платья характерный дизайн платьев был вот таким романтичным цветочным рисунком потом все это производство расширилась до всего все для дома для быта все одеяло покрывала посуда но все в принципе держалась на ней вот вся эта оригинальность и вот это вот изюминка когда она умерла восемьдесят пятом году бренд стал акционерным по публичным бренд сейчас существует но это конечно не совсем то что было с ней вот у нас вот такое вот одеяло сейчас на продажу мы выставляем сколько она новая это конечно не классическая лора эшли это современный вариант но такой как бы оля богатый такой этот вид потому что для нее было характерны и цветочки такой деревенский стиль сколько будет стоить сложно предсказать поскольку новый и еще две наволочки а и еще то что кладется между матрасом и пружинным ящиком языка как по-русски это называется вот двусторонние одеяло да вот кстати да другой стороны с другой стороны кстати материал хлопок с первой смешанный с лицевой остой а вот то что ты с той стороны полосочки это хлопок чистый ну я думаю 120 может 90 из того что новый стало мне это все в 5 долларов вот такой вот интересный комфортер главное только продали один polar alt loren так фу коробку большущую отпер на почту и вот так хоба ну чё раз в руки идет ну чё надо брать не так уж много одежды сейчас попадается поэтому ну чё поделась как-нибудь коробку я уже дома коробку я уже нашел вот это вот там самые самые важные моменты ну и теперь оба одежды вот корточка тут владима не принес мерить я что-нибудь тащил до такой пуховичок зелененький это у нас макул курс майкл курс ну как бы вот ничего особенного стандартная легкая но у нас зимы не очень холодные вот поэтому мне в принципе он найдет это был тоже навес до навес майкл курс если покупать в магазине не знаю доллар 70 наверное ну да типа того то есть состояние по моему близко к новому обратите внимание интересный такой как бы разводами камуфляж до камуфляжный зеленый камуфляжный жалко мне не подходит это мурана ничего особенного хоть там заложена цена я думаю где-то долларов 30-40 не больше такой достаточно второразрядный поэтому это шерсть а ты видишь мы сегодня с тобой по голубом до двое в голубом она может так назвать надо было двое в голубом это были вдвое в розовом голубой выпуск слушай но там про где-то зрители могут не понять так что еще у нас интересного такого толстовка какого-то неизвестного бренда она камуфляжная и новая с этикетками ляжная и новая какой sports of field 20 30 долларов ну да ну я так и думаю она так и будет стоить я честно скажу по моему бегло проверил но особо не стал потому что бирка камуфлированная легкая если я ошибся это вообще ничего не стоит ну сдам благотворительность кто-то будет носить там хорошая штучка нам к сожалению великовато мне цену а одна вещь уже куплено и уже продалась на той неделе купил совсем неожиданно это не так там вот там часто часто случается в рангом винтажная рубашка такого красивого голубого цвета бирюзового даже до бирюзового это сделано в америке тут все 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 чин по чину вот такого вестерн с такими вставочками я бы сказал гривня за 28 долларов хотя слегка так поношенная есть ну нормально совершенно прям моментально ушла чуть ли не в два дня да это классно вот это здорово на нее не заложить ее сразу же в отправку так это багл бой ты как за что-то похожее продавала как-то не помню когда но было вот а вот сейчас покажу горный патруль багл бой очень дешевый бренд он старый но сейчас по-моему давно уже вышел в тираж и конечно они вообще ничего не стоит но некоторые вещи особенно винтажные что-то могут и стоить это из того что видите тут карманы такие накладные с обоих сторон нормальный такой размер где-то приблизительно я думаю сорок восьмой может быть пятидесятый я думаю сороковник новый по моему такие ушли в районе полтинника но сейчас таких в точности кажется не было только себя посмотрел нормально я уже в принципе чул по фактуре что это нормально винтаж уйдет в худшем случае 30 а в лучшем 40 что это да а что это такое шо это может быть такое молния смотри молния такая сделана на бронетанковом заводе мухом молния какая молнища я бы сказал сейчас покажу бирку парка экстремально холодная погода n3b а то есть это ну и так понимаю в сугробе что ли полежать для очень холодной погоды пальтишко естественно о по бирке это все для вояк гардена калифорния то есть сделано судя по всему где-то здесь military spec поэтому я надеюсь полтинник это конечно винтаж ясное дело наверное все было с одеждой да чуть больше по моему ничего но результат неплохой неплохой куртка это еще на прошлой неделе было не на этой вчера мы проехались по гаражным из продажа вот купили немного но все еще неплохие а учитывая что это первый раз мы купили за последнее время вообще хороший результат да что-то я уже забыл хоть что-то покупать даже себе да вот я такой рюкзачок себе купила это он бренд судя по всему или где-то он был но а вот но очень мягкие легкие удобные но и учитывая то что я хожу сейчас не так как сказать честным с костылями я забываю как это называется постоянно то это очень даже удобно и долг на вещь практически в нулю в нулевом состоянии вообще на ощупь либо там вот очень хороший кожзам либо кожа это прям вообще похоже на это на кожу просто единственное подозрительное что уж более легкий для кожи в общем все равно главное на мне очень удобно такая нормальный следующее после она приблизительно как твоя сумочка вот или с палочкой или с костылями собственно это что-то подобное и искала смотрела вернее собиралась искать действительно состояние идеально давали люди что называется все прямо отдавали за бесценок тоже все по 5 долларов было кларкс волоббис тоже себе я купил тоже 5 долларов шок широкий нос вот то есть как раз вот то что мне нужно в я бы сказал в идеальном состоянии прям вот совсем чуть-чуть не ходили вообще супер женские он клауд может возникнуть вопрос откуда я знаю что это женские они маленькие мужские некоторые цвета они характерны только для женских вот этот вот вот этот зелененький вот его практически не бывает у мужских до этих версиях а голубые вполне могут быть любые как и угодно а вот некоторые сиреневые и вот такие вот нежно-зелененькие как бы так назвать это женские что подтверждает да выман девять с половиной это сорок первый европейский где а думаю за них сороковник получить тоже был 5 долларов вот такого и базешки не ходали за 3 доллара потому что не было блока питания у меня полно таких которые к ним подходят себе я хотел на работу поставить но наверное не буду не очень качество их нравится они больно бухают это только тараканов выгонять из помещения этим этим инфразвуком так через час уже уже у глава вот такая но народ любит чтобы бумкала значит три доллара думаю и сороковник ну минимум 35 что базы люди любят ну и вот уже теперь действительно наш традиционная рубрика привет от старых тибелет да они сам и ботинки сапоги да это сапоги и ботинки как ботинки не такие полу ботинки мы как-то так все называем то давай избавимся побыстрее я сброшу и это для мото-кросса это было в развес сразу тяжелый то есть отдал я до них долларов наверное семь семь с половиной но сороковник должны принести а это детские размер по моему какой-то 5 что ли 37 с половиной европейский до 5 но нормально прямо точности я нашел за 40 с чем-то были проданы прям даже точно такого же размера то есть нормально атака с детскими очень стрёмно это ковбойские сапоги тони лама красиво такой темно-бишневого цвета и к лицу тебе знаешь родная это темно-бишневая сапоги тони лама но вот интересно тут написано factory defect где дефект это конечно придется но мы сфотографируем типа смотрите сами часто такой на какие-то еще продаются там их написано irregular что нерегулярно тоже так изучал не нашел смотрите подошва в идеальном состоянии это все винтаж сделано в америке дубленая кожа все как надо размер не очень большой девятый это где-то 40 40 с половиной а я конечно взял прежде всего из того что вишневая раскраска такая красивая это пользуется спросом ну и в развес всяко-разно обошлись они мне долларов но 5 максимум ну в худшем случае это будет 30 ник самым худшим яра планирую полтинник тут нас тут на заднем плане вот это было на прошлой неделе я про них уже забыл но это красное крыло red wing в достаточно так ну терпимом состоянии я думал в америке я думаю тридцатник может быть сороковник потому что таки каблук так уже потертый но я посмотрел они вообще дико дорогие это так называемый рабочие с макосиновым носком поэтому когда есть то что винтаж сделан в америке по моему они уже это какое-то количество времени аутсорс или свое производство что-то мне показать попадалось ну и по порядку да лилибин лилибин дакбутс ну нет это даже не дакбутс это скорее сноу бутс мужские в очень хорошем состоянии сочувствую первым делом смотрю подошва подошва прям суперская я думаю сороковник 39 размер нормальный одиннадцатый это где-то 45 200 грамм insulation плотность то есть ничего боты и кстати для снежных ботинок хорошо сделаны во первых застегивается не болтается на ноге во вторых не сказать чтоб тяжелые были уроки вот говоря про тяжелый но это логерные понятное дело как человек пройдется целый день таких сапогах работает им вставляя вроде бы не стальной носок просто очень твердый да наташ я с тобой согласен мы все привыкли ходить в кроссовках но такие гири на ногах ну наташ ну вот разные бывают у людей специальности это роки логерные по моему когда я их нашел не не удалось найти вот точность такой же модели все же сейчас на продажу но рассчитываю таком состоянии сороковник логерные вообще ценится новые они там по 300 или типа того это вон там женские рэйми размер 6 с половиной это по-моему это называется cowgirl то есть это вот на но шесть с половиной это где-то 37 или еще какой-то это вот кому этот реально рабочие ботинки кто по вышел у дома что-то поделал ведь сразу натянул и потом их сбросил и соответственно видите нормальный устойчивый каблук подошва в очень хорошем состоянии почему я и купился вот так что я думаю тридцатник то что всяко разное они принесут и для рабочих принципе то что они потерты но это козе понятно что чё какие же еще будут рабочие как же тогда в них на парад что ли не ходили есть такие правда которые одевают только по праздникам даже в церковь ходят да была платье и в ковбойских ботинках но так весело главное она веселая была вот главное вот самый главный тыковкой оделась ну да главное можно любую вещь на тебя напялить главное улыбайся как будто так и надо и все и будет смотреться действительно нормально это кстати правильный я сейчас даже без подкола говорю это очень умный главное как себя преподать главное как себя ощущать вот это harley дэвидсон тоже женский естественно 38 размера делана в китае я все-таки рассчитываю что они уйдут может быть даже за 40 но 30 по моему женские но я по номеру посмотрю вообще harley дэвидсон не очень ценится но вот эти я пробивал так в общем нормально развес были сколько долларов 5 нет все равно хорошего состояния бассейнки как так но биркинстоки ничего особенного я думаю в отличном состоянии ну не сказать что в отличном здесь так чуть-чуть да подошва в отличном то есть это тридцатник я думаю размер достаточно большой лапа такая так это какой-то что с винтаж френч шрайнер белфаст магазина ну нет наташа это не винтаж потому что это сделано в китае а ну уже винтаж да ну в общем да однослойная кожа сделано так прилично разброс я посмотрел на них знаете от 18 до 40 почему решил взять состояние подошвы отличная размер 13 широкий это значит приблизительно это сорок седьмой сорок седьмой с половиной и широкие то есть на человека так пенсионного возраста который когда-то эту фирму знал и соответственно нормальный и очень такая кожа это она я чувствую что вот она вот так расходится мягкая ну когда она однослойная соответственно это да и по-моему либо кожаная либо очень удобная стелька вот насколько я могу судить бренд этот очень старый попадаются еще такие мне винтажные но пока не было ни разу винтажных хорошем состоянии имеется сделанные в америке и рассчитывают тридцатник нью-баланс да ты представляешь нью-баланс болтшус у них же этот данном который выпускает ботинки вам они или купили или еще это их офф-бренд вот они выпускают данномские ботинки вот они так и выглядят первый раз вижу ботинки нью-баланс вот первый раз не видел ни разу не знаю тридцатник до состояние отличное поэтому это какой-то имперский экзекьютив империал ну если сделано в америке наташка это винтажка да а это дресс видите этот уик тип тесл все здесь еще как для болтшус идет прострочка но я думаю что это полтинни хорошая находка была по-моему это было в развес ты что за красивый такие какой-то геокс из нордстромов ского рэка ничего не нашел геокс подобное что-то вот белые такие уходили достаточно неплохо и они новые помню тут вот счет да то есть их сарапки они так чисто от того что они где-то кидались болтались еще с чем-то по-моему это я покупал в магазине за 6 долларов уже тут приклеилось ну рассчитываю сороковник ну черный прикольный классика и твой размер такие оставила по себе а эти женские конечно сколько я могу судить на нет респира название слишком старомодный нет ну так прикольно кожи зима конечно не сказать чтобы я была в восторге и вот такие прикольные одидасины модель называется ты наташка в жизни не угадаешь как это называется модель гудье гудье это вот эта резина это по-моему таскане хорош вопрос напиши им туда в адидас спроси вы чего с какого бодуна проснули они проснулись таскане как-то гуляли в таком хорошем состоянии это я рассчитываю сороковник такие прикольные одидасин это был магазин а сейчас я даже вам покажу то есть особо даже угадывать не надо как модель называется причем то таскане размер 10 это где-то 44 но я так не стал носить для меня слишком плоские вот еще электроника тоже была я уже все сфотографировал и унес у меня на работе было окно большое и я там достал из машины этот вот сейчас покажу вам на экране это айва такая мини стереосистема классная кстати там чендер на 3 диска все нормально функции крирует в развес валялась в бинах еще и туда бросили вообще загадка все работает я там прежде чем покупать проверил все диски читаются все нормально потом когда подсоединил уже колонка непосредственно работе так все играет прекрасно еще пульт заказал за 7 долларов чтобы прям наверняка и вот рассчитываю значит за 100 с пультом даже на подниму до 120 обошлась она мне эта система в 11 с половиной долларов вот такая хорошая была находочка вроде бы все на это ну да всем спасибо за внимание всего доброго пока пока